ДИСНЕЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Здраво будет, народ! Всех с наступившим Новым Годом! Надеюсь, вы оклемались после праздников и в субботное время решили посетить кинотеатр. Русская фэнтези всегда хромала. Иногда на одну ногу, иногда на обе, а иногда этих ног не было вообще. Даже в нашей стране, где большинство выросло на советских сказках, со времен развала и перехода из 90-х в начало нулевых, вышло невероятно мало достойных фэнтези-фильмов. Дисней это увидел и решил запустить свои загребущие ручонки в российский кинематограф. Первая его попытка с книгой мастеров полностью провалилась, и маленький мышонок в темноте на время оставил эту идею. Хлопнул 2017-й, и на экраны российских кинотеатров ворвался богатырь Костя из кухни. Первая часть весьма тепло была принята публикой, и вскоре появился весьма средний сиквел. Василиса во второй части была не против нарастить своему жениху рога, а сам жених весь фильм то и делал, что раздражал, вместо того, чтобы веселить. И вот наступил долгожданный конец декабря 2021 года. Большая премьера, последний богатырь, послание к тьме. Получился до невозможности нелепым. Сюжет. Иван наконец обрел силушку богатырскую, злой чародей-жагалет повержен, и теперь все белогорье готовится к пиру на весь мир. Иван и Василиса собираются праздновать свадьбу, решая типичные для почти любой пары молодоженов проблемы. В самый разгар приготовления к празднику зло снова напоминает о себе. Василиса похищена, и в пылу погони Иван и его друзья оказываются в современной Москве. Но, как выясняется, и в этом мире, бок о бок с обычными людьми неплохо устроились герои старых сказок. И с их помощью у Ивана есть шанс окончательно победить древнюю тьму. Я пришел на этот фильм в надежде, что он получился лучше второго фильма. И, увы, он был на его уровне. Персонажи вялые, юмор не всегда был смешной. Темы волшебства, вот этого духа сказки или фэнтези, было для безобразия мало. Интриги никакой. Глупость и нелогичные действия главных героев просто зашкаливали. Нелепость происходящего практически полностью поглощала фильм. Графика местами выделялась своей неестественностью. А вот про это я вообще молчу. Отец у него фактурный был, а этот какой-то некрасивый. Да? Да, 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 некрасивый, да, да, да. Не поймите неправильно. У меня нет каких-либо претензий к Филиппу Бедросовичу. Но почему жар птица с его бородатым лицом? Почему он просто не озвучил птицу, да еще яйцо снес? Хорошо, что этот момент не показали более детально, а то у детишек в зале был бы нервный срыв. Особых претензий к актерам у меня нет. Работали с тем, что имели. Могу порадоваться за Брунова. У него на голове появились волосы. Вообще, если сравнивать каждую часть друг с другом, то конкретно это получилось более негативной. Несмотря на наличие юмора, который не всегда работал. Концовка – это вообще эпогей идиотии. А тут, внимание, сейчас будет спойлер. Создатели решили пересливать большую часть основных персонажей, чтобы что? Чтобы устроить скачок во времени. Дисней такой, Дисней. И тут не обошлось без глупого момента. Когда главный герой сражался с самим злом. Не знаю, как остальным, а мне этот момент не хватило капли эпичности. Когда фильм закончился, я вышел из зала и впервые радовался, что фильм так быстро закончился. Однако, родители, которые пришли с детьми, практически каждый спрашивал, понравился ли ему фильм у своих детей. И почти каждый, если вообще не каждый, отвечал, что да. Невооруженным глазом с первых минут было видно, что данный фильм был снят в основном для детской аудитории. И по большей степени создателям удалось получить нужный эффект. Если у вас есть дети, то сводить на сеанс этого фильма можно, несмотря на весь тот мрачняк, который творился на экране. Но не более. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok